И всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, это канал Anurlogon, и у нас подходит к концу цикл, посвященный обновлению в No Man's Sky. А именно это у нас обновление, касаемо развития нашего собственного поселения, или даже целого города. Ну, город это, конечно, очень громко сказано. Вот, достроил, наконец-то, я последнее, я так понимаю, строение. Это вот гидра какая-то там башня. Вот. Собственно, выглядит она, ну, достаточно прикольно, мне понравилось, как она выглядит. Смысла от ее существования, конечно, никакого, кроме как производительности. Вот, даже в эту башню зайти нельзя, к сожалению. Вот. Также я решил вам полностью не показывать мои похождения, я просто покажу еще раз несколько посетителей моего поселения, которые предлагали улучшения для него взамен плохих, скажем так. Вот. В целом, тут все достаточно понятно, то есть, есть прибавление в производстве, есть какой-то долг. Короче, ничего особенного в этом нет. Вот. Единственное, что я хочу сказать, это то, что эти улучшения, я так понимаю, от них можно отказываться и искать для себя более оптимальный вариант. Потому что некоторые улучшения, они дают производительность, некоторые улучшают, как мы видим, население. Вот. То есть, тут можно комбинировать, это хорошо, но все равно придется какое-то время подождать, чтобы к вам пришел новый гость. К слову, хочу сказать, что последние два гостя, они у меня приходили, но мне не было никакого оповещения, то есть, я чисто случайно приходил в свой офис и видел, что там, оказывается, гость ждет. Это, я так понимаю, баг какой-то. Вот. А также не совсем понятна мне система законов в нашем поселении. То есть, мы можем издавать какие-то законы, я не знаю, как это можно делать часто, сколько этих законов, в принципе, можно сделать. Вот. Но они нам помогают справиться с таким явлением, как внимание стражей или же населения. Наконец-то у нас начало расти население, благодаря, кстати, законам. Вот. Но как часто они появляются, как они влияют на игровой процесс, я пока, ну, вернее, я понимаю, как они влияют, но как в дальнейшем они будут влиять? То есть, будут ли они влиять только на вот эти вот параметры или что-то еще будет происходить? В общем, непонятно. Как и непонятно то, будут ли вообще нападать на стражи? То есть, там должно пройти 100% их внимания к нам или проценты, там, вот у меня там 87% или сколько, они будут нападать с какой-то периодичностью, да? То есть, чем выше процент, тем чаще они нападают. Но на меня еще не нападали ни разу. Или у меня не было оповещения об этом. Тоже не ясно. Вот эти два момента, законы и нападение стражей, их внимание, остались для меня загадкой. В остальном, что я хочу сказать об этом обновлении, я потратил достаточно много времени на то, чтобы все это построить. Я так понимаю, что башня Гидра чего-то там, она последняя в нашем поселении, потому что после ее постройки к нам начали приходить только одни гости. Вот, я так понимаю, что все строить, больше ничего нельзя. Вот, выбор построек, он есть, но он очень минимальный. То есть, по сути, я не построил только салун, по-моему, там был, да? И вроде все. То есть, одно какое-то здание, которое для меня осталось неизвестным. И, скорее всего, оно будет такое же бессмысленное, как и жилые постройки. Как усадьба, как большой жилой дом. То есть, кроме как производительности, они давать ничего не будут. Хотя, может быть, может быть, я ошибаюсь. И это здание, оно будет, ну, по крайней мере, салун, я имею в виду, оно будет неким аналогом орбитальной станции. То есть, там можно будет с кем-то поговорить из других рас, там, поторговать, получить язык. Не знаю, может быть. А может и нет. Вот, это мы уже, наверное, не узнаем. То есть, это я ставлю на вас уже, потому что я новое поселение создавать вряд ли буду. Что хочется сказать еще напоследок. Если вам эта механика показала скучно и интересно, я в таком случае для вас сэкономил много времени, показав вам все основные фишки, поэтому надеюсь на ваш лайк. Вот. Так, забайтил на лайк, как говорится. Вот. А если серьезно, то смотрите. Получается, что в основном все здания, они нам обеспечивают производительность. И издавать законы или принимать какие-то технологии от гостей, я так понимаю, лучше все-таки такие, которые нам улучшают население, довольность нашего населения, или же вот внимание стражи. Потому что производительность, ну вы по-любому, я думаю, с помощью зданий повысите до нужной вам отметки. Вот. Производство поселения, ну вернее, само производство поселения вот этими вот двумя ресурсами. В принципе, это полезный такой бонус. Но, опять же, я так понимаю, здесь рандом, потому что к планете привязки точно нет. Например, у меня на планете кактусы не растут. Это точно я знаю. Вот. Но они у меня есть как ресурс. Ишь, вот этот космический шелк. Я, честно говоря, даже не знаю, как его делать. Но, скорее всего, тоже из тех ингредиентов, которые не растут мне на планете, это, в принципе, хорошо. Вот. С другой стороны, это рандом. Не знаю. Ну, я бы сказал, что это все-таки плюс. Поселение, потому что, ну, на халяву вам дают ресурсы. Чего бы нет. Вот. Тем более, некоторые из них достаточно редкие. То есть, кактус или шелк купить сложно. Я вообще не помню, видел где-нибудь шелк в продаже. Наверное, где-то видел когда-то. Вот такие, собственно, дела. То есть, по механике развития нашего поселения я вам рассказал. Какую лучше, наверное, стратегию избрать. Это вот выезжать по производительности за счет зданий. Все остальное вы добиваете с помощью законов и гостей с их улучшениями. Остались непонятными вот эти механики по поводу законов. Сколько их может быть, когда они появляются и все такое. Также непонятно, что у нас с вниманием стражей. И непонятно, а будет ли развиваться вообще наше поселение дальше. То есть, будут ли строительства еще какие-то. Так, мне кажется, уже нет. Я вот построил сколько? 8 получается зданий или 9 в итоге. И все. Это как бы потолок. Вряд ли в этой игре продумано так, чтобы твое поселение росло там, не знаю, до мегаполиса. Очень в этом сомневаюсь. Тем более, что все вот эти коробочки, ну, по сути, они не несут никакой смысловой нагрузки. Кроме как баблишка. В целом, что я хочу сказать. Ну, свое отношение, да, уже выскажу напоследок. В принципе, в принципе, для разбавления геймплея игры это неплохо. Это неплохое обновление. Достаточно оно интересное. Можно, в принципе, в своем поселении организовать свою основную базу. Потому что тут не нужно заморачиваться насчет электричества. Это, в принципе, прикольно. Да. Единственное, поселение жрет очень много ресурсов. То есть, у меня на других планетах такого проседания FPS, как вот в моем поселении, нет. То есть, даже на самой планете, где это поселение находится, такого не бывает. То есть, оно достаточно энергозатратное. Вот. Ну, или может быть, просто его плохо оптимизировали. Потому что мы все видели наверняка баг с взлетной полосой. Там, где нет коллизий. Возможно, где-то еще какие-то есть баги. Неправильные коллизии расставлены и все такое. То есть, может быть, еще что-то добавят там патчами. Не знаю, будет. Хотя, по-моему, я слышал, что это обновление является финальным. То есть, больше NomenSky обновляться не будет. Крупно так. Насколько это правда, не знаю. Не проверял эту информацию. Вот. Собственно, на этом, дорогие друзья, я хочу этот цикл, посвященный обновлению Frontiers, закончить. Если вам интересно посмотреть какие-то функции других обновлений, ранних более, например, Beyond или Next с управлением нашей собственной флотилией, там еще какие-то были обновления. Можно, в принципе, попробовать с кем-нибудь скооперироваться в Nexus, повыполнять задания в многопользовательской игре. Вот. То есть, это все можно реализовать. Главное, было бы желание. Ваше. Вот. Мое. Оно, собственно, с вашим будет коррелироваться. Да. Все. Больше мне сказать нечего. Так что, всем пока, всем хорошего настроения. И Аривидерчи.